Приветствую, друзья! Сегодня в Украине День Конституции. И раньше этот праздник имел хоть какой-то смысл, потому что статьи Конституции соблюдались. Но с учетом того, что произошли в Украине события 2014 года и последующие, то после этого уже большинство украинцев стало называть День Конституции. Все-таки в простонародье больше называли это Днем Проституции. Ведь влияние западных стран возросло настолько сильно, что по факту непонятно было, где все-таки источник власти, это народ Украины или все-таки американское посольство. И по этому поводу Зеленский попал в неудобную ситуацию. Ему сегодня пришлось очень и очень много врать. Потому что, конечно, то, что написано в Конституции, то, что происходит в Украине, это абсолютно диаметрально противоположные вещи. Но давайте разберем, что же он там сегодня рассказывал. Земля – это основное национальное богатство. Вот видите, Зеленский прекрасно знает, что земля и ее недра – это самое главное богатство украинского народа. И, как известно, вот это богатство украинского народа, сам Зеленский легализировал его продажу заграничным корпорациям. И сам Зеленский обещал, что будет проведен референдум касательно продажи или не продажи украинской земли, чтобы из земли не делать товар. И, конечно, этот референдум он не провел. И в конечном итоге Верховная Рада втихаря в карантинные ограничения провела все необходимые Зеленскому законы. И вот наша украинская земля, по сути, стала товаром. И ее получили возможность покупать заграничные корпорации. Причем, пока Зеленский разгонял митинги граждан Украины, на которых и я тоже участвовал, эту украинскую землю заграничные корпорации обильно покупали. Причем миллионами гектаров. И сейчас, если разобраться, то земля-то уже не украинская, потому что она на праве частной собственности в основном-то принадлежит либо украинским олигархам, либо заграничным корпорациям. Ее надра, повитро, водные и другие природные ресурсы, ее территории, континентального шельфа и морской зоны – это властность украинского народа. Я думаю, что, слушая вот эту чистейшую ложь, каждый украинец может просто проанализировать, а имеет ли он в собственности недра, землю, природные ресурсы и так далее. Есть ли у него лицензии, есть ли у него право собственности на все это. И получается, если каждый гражданин Украины просто задумается, то по факту все, что перечислил Зеленский, он уже продал своим любимым друзьям-олигархам, ну и, конечно, заграничным компаниям. А по Конституции, да, все принадлежит народу, но по факту, как мы видим, в Украине Зеленского ничего народу не принадлежит. Конечно, Зеленский лжет, потому что он и его команда биться-то не будет. Из них, как известно, за весь период боевых действий никто не погиб. А вот среди обычного украинского народа, то потери достаточно существенные, потому что их просто сейчас максимально гунят на фронт и даже вот, знаете, стремятся, чтобы потери были побольше, не выдавая бронежилеты, каски и так далее. Поэтому фразу Зеленского тут можно перефразировать. Его банда и олигархат международный, украинский, будет биться за каждый сантиметр украинской земли руками украинского народа. Ни в коем случае сами драться не будут. Чему и за что мы бьемся? Это право украинского народа на самовызначение. Как мило, когда Зеленский рассказывает за право народа Украины на самоопределение. Я просто напомню, что Зеленский тот самый персонаж, который просто ликвидировал право украинского народа на всеукраинских референдумах решать те вопросы, которые он посчитает нужны. То есть Зеленский сознательно ограничил право украинского народа на референдум. Ведь реальному инструменту поставить вопрос на всеукраинский референдум у украинского народа абсолютно отсутствует. А вот у Зеленского есть для этого все необходимое. И даже вот с учетом того, что он сам под себя выписал закон о референдуме, что он только сам может его анонсировать и ставить на голосование, даже при всем при этом он постеснялся украинского народа спросить, а стоит ли землю украинскую продавать иностранцам или усложнить для них схему и оставить, чтобы граждане Украины только могли покупать землю. И таким образом просто напрямую уже заграничные компании сейчас покупают землю, причем когда идут боевые действия, сейчас торги идут особенно хорошо, потому что, как известно, цена там максимально низкая, а заграничным компаниям это и надо. Представляете, насколько складно и быстро порешали за весь украинский народ. Но вот я, как гражданин Украины, я чуть не помню, чтобы меня кто-то спрашивал на референдуме про курс Украины в Европу. Я, может, в Азию хочу, может, в Латинскую Америку, а тут, получается, знаете, в Европу прямо в Конституцию прописали и, конечно, не проводили референдум и не спрашивали у народа Украины. И поэтому эти заявления Зеленского просто чистейшая ложь. Это ответственность перед Богом, собственной совестью. Вот оно что, курс Украины в ЕС это ответственность перед Богом и совестью, да, Зеленский? Я что-то так не думаю, потому что, скорее всего, это лично твоя ответственность перед Байденом или кто там тобой командует Джонсоном. Но конкретно у украинского народа никаких таких обязательств нет. Для нормального человека – да, но ни в коем случае это не ценность для Зеленского, потому что Зеленский на посту президента Украины прекрасно знал, что сохранение курса Украины в НАТО чревато конкретными боевыми действиями на нашей земле. Он четко это прекрасно осознавал, потому что уже есть ряд заявлений европейских и американских политиков. И сам Зеленский уже признался, что все равно была информация, что если сохранится курс Украины в НАТО, это приведет к войне. Он все это прекрасно знал, но ничего не сделал для того, чтобы сохранить мир на нашей земле. И, конечно, это сейчас привело к тому, что сейчас льется кровь. И горе постучилось в очень многое количество, знаете, дверей украинских семей. Поэтому, если анализировать просто слова Зеленского, то это чистейшая ложь, потому что он сам так не считает. Потому что и безопасность, и жизнь человека для него конкретно вообще ничего не значит. Но, во всяком случае, если речь идет о гражданах Украины. Никто не может узурповать государственную владу. Это говорит тот человек, который запретил практически все оппозиционные политические партии, включая нашу социалистическую партию, держава через своих запуганных, по сути, взятых в заложниках судей. И это вот действительно вот он на полном серьезе говорит, что никто не может узурпировать власть, хотя он по факту ее давным-давно уже узурпировал. У нас право на протест, сбора на демонстрации. Это конституционная статья, а у кого-то это криминально. Любой руководитель реально оппозиционной политической партии в Украине, в том числе и я, могу четко и откровенно заявить, что такого права на протест у украинского народа по факту нет. Потому что как только мы начинаем устраивать мероприятия и так далее, то сразу на наших соратников и на тех людей, кто приходит на эти мероприятия, идут нападения от различных ультранационалистов и прочих банд, которые работают на Зеленского и на его хозяев за границей. И яркий тому пример наш митинг 12 февраля в Одессе, когда на меня и на наших соратников просто напало около 200 нацистов. Данный стрим есть на ютуб канале и тогда даже на площадь нацисты заблокировали входы, чтобы люди не могли выйти на площадь. И при всем при этом, это же кстати при Зеленском все дела, и при всем при этом вот эти персонажи рассказывают, что у них есть какое-то право на протест, но это просто смешно. И наша государственная мова украинская, и мы считаем все другие мовы, ни одного не утискаем. И каждый гражданин Украины прекрасно понимает, что это наглая ложь, потому что за использование русского языка и в сфере обслуживания, и в госсекторе реально предусмотрены по украинским законам штрафы. За эти конкретные использования русского языка людей штрафуют. Это не какая-то, знаете, шутка или там какой-то розыгрыш, это украинские законы. Русский язык преподавать вообще в школах практически запрещено, и очень много лет вообще русского языка в школах нету. И в Украине большая половина говорит и думает по-русски, но когда заканчивается 11 класс, дети писать грамотно на русском языке не умеют, потому что в школе за весь период его просто не преподавали. Именно поэтому цитирование Зеленским Конституцией Украины звучит как издевательство над украинским народом. Это права обычные и невидимные для нас. Это свобода слова. Да-да, свобода слова. Именно поэтому все каналы были запрещены. Блогеры преследуются, тиктокеры сидят по тюрьмам, потому что это действительно та свобода слова Зеленского, за которую он сейчас говорит и который гордится. Не правда ли? Вот какое все-таки издевательство просто над украинским народом, потому что вот другого слова даже тяжело подобрать данному персонажу. Право выбирать и быть выбранным. Неможливость быть заарештованным ни за что. Право выбирать и быть избранным. Именно поэтому Зеленский запретил нашу политическую партию. И не посадят ни за что. Именно поэтому, скорее всего, я провел 2 года и 3 месяца просто в тюрьме непонятно за что при режиме Порошенко с 2015 по 2018 год. Друзья, если вы найдете где-то неправду в моих словах, пишите в комментариях, потому что то, что я озвучиваю, это факты, которые можно элементарно перепроверить. И поэтому каждое слово Зеленского практически это чистейшая ложь. Причем эта ложь конкретно приводит к смертям обычных простых граждан Украины, которые вообще далеки от любых понятий, там геополитика, там война и так далее. И здесь мы просто должны четко понимать, кто сейчас дорвался к власти в Украине и должны тоже четко понимать, что добровольно это вот ничтожество оттуда не уйдет. И здесь, конечно, нужно нам, украинскому народу, сделать все необходимое, чтобы у нас кардинально все-таки поменялось все во власти. И это процесс, конечно, очень тяжелый и творческий, особенно сейчас. Но тем не менее, друзья, самая темная ночь перед рассветом, поэтому настроимся на лучшее и, конечно, будем своими делами и поступками каждый день приближать тот час, когда в Украине действительно воцарится мир. До скорого!